Конструкция механической части электроподвижного состава Вопросы рассматриваем мы сегодня Расчетные режимы рам тележ, статическая вертикальная нагрузка рама тележки и нагрузки в раме тележки при работе тягового электродвигателя Перейдем к рассмотрению первого вопроса Расчетные режимы рам тележи В общем случае рама тележки в эксплуатации может испытывать 7 видов нагрузок Первое. Это статическая вертикальная или весовая нагрузка Которая относится к силе тяжести определяемой полной массой кузова Массой самой рамы и расположенных на ней элементов тяговой передачи, тормозной системы и тому подобное Второе. Нагрузки при работе тягового электродвигателя, возникающие при реализации тяговых усилий Третий вид. Нагрузки при механическом торможении Четвертое. Нагрузки при движении в кривой Пятое. Нагрузки при ударе в автосцепку Это быстро изменяющихся во времени, достигающих больших значений, но имеющих конечное значение импульса Шестая нагрузка. Нагрузки при выкатке колесных пар И седьмая. Кососимметричная нагрузка Рассмотрим расчетные режимы рам тележек В тяговом режиме на прямом участке пути действует статическая нагрузка Нагрузка при работе тягового электродвигателя и кососимметричная нагрузка В тяговом режиме при движении в кривом участке пути действует статическая нагрузка Нагрузки при работе тягового электродвигателя Нагрузки при движении в кривой Кососимметричная нагрузка В тормозном режиме на прямом участке пути действует статическая нагрузка, нагрузка при механическом торможении, кососимметричная нагрузка. В тормозном режиме на кривом участке пути действует статическая нагрузка, нагрузки при механическом торможении, нагрузки при движении в кривой, кососимметричная нагрузка. Режим удар в автосцепку. Действуют нагрузки. Статическая нагрузка. Нагрузки при ударе в автосцепку. Касосиметричная нагрузка. И при ремонтном режиме действует статическая нагрузка и нагрузки при выкатке колесных пар. Статическая вертикальная нагрузка рамы тележки. Через опоры кузова. Современные двухосные рамы тележек электровозов имеют конструкцию симметричную относительно как продольной оси тележки, так и относительно поперечной оси, проходящей через центр тяжести средней поперечной балки рамы тележки. Кроме того, для большинства конструкций рам тележек нагрузки от опор кузова передаются в вертикальной плоскости, проходящей через среднюю поперечную балку. Таким образом обеспечивается симметрия этих нагрузок относительно указанных осей. Рассмотрим расчетную схему рамы тележки. При данной нагрузке для опорно-осевого подвешивания тягового электродвигателя силы показаны сплошными линиями. И для опорно-рамного подвешивания тягового электродвигателя дополнительные силы показаны пунктиром. Рама тележки заменяется расчетной схемой. Что же такое расчетная схема? Расчетная схема – это схема, образованная линиями, проходящими через центры тяжести соответствующих балок. Данная схема относится к плоско-пространственной, так как нагрузка находится в одной плоскости, а стержни, образующие конструкцию, в другой. Нагрузки от собственной массы элементов рамы являются распределенными по длине этих элементов, но для упрощения расчетов они могут быть заменены сосредоточенными в центрах тяжести соответствующих элементов. Такая замена позволяет дальнейшим при построении эпюр моментов получать линейные эпюры вместо нелинейных при распределенной нагрузке. При построении расчетных схем необходимо учитывать тот факт, что к некоторым балкам рамы тележки крепится оборудование, расположенное на тележке. С учетом выше и сложенного статическую вертикальную нагрузку рамы можно представить как совокупность сосредоточенных нагрузок P1, P2, P3, P4, нагрузки от собственного веса балок и веса расположенного оборудования. А R это реакция рессорных подвесок. Определим эти нагрузки. Нагрузка P1 есть вес передней концевой балки и части боковины и определяется по формуле 9.1. Из чего же она состоит? Отношение массы концевой поперечной балки M-КПБ плюс масса боковины, поделенная пополам, плюс масса кронштейнов крепления поводковых букс в расчете на одну тележку, поделенную на 4, плюс масса тормозного оборудования в расчете на одну тележку. Поделенная на 4, и масса боксового рессорного подвешивания в расчете на одну колесную пару, поделенная на 4, и эта вся сумма умноженная на 9,8. Нагрузка от кузова P2, передаваемая на боковину рамы тележки через опору кузова, определяется отношением массы кузова, поделенная на количество тележек электровозов, в данном случае двухосная. Нагрузка P3 складывается из нагрузки от собственной массы средней поперечной балки и нагрузки от подрессоренной массы тягового электродвигателя и определяется по формуле 9,3. П3, это есть сумма массы средней поперечной балки, плюс масса тягового двигателя. Нагрузка P4 в силу симметрии конструкции рамы тележки относительно оси средней поперечной балки численно равна нагрузке P1. Так как колесные пары являются подвижными опорами тележки, то в точке крепления системы буксового рессорного подвешивания к раме передаются реакции опор, равные. Вот по этой формуле можно определить 9,4. При опорно-равном подвешивании тягового электродвигателя полностью подрессорены и жестко закреплены на раме тележки. Поэтому расчетная схема рамы имеет аналогичный вид, что и для опорно-осевого подвешивания тягового электродвигателя. Но с добавлением сил P5, показанных на рисунке, которую мы видели выше, пунктиром, Нагрузку P5 определяется масса тягового электродвигателя, деленная пополам и умноженная на ускорение 9,8. Перейдем к следующему вопросу. Нагрузки в раме тележки при работе тягового электродвигателя. При работе электровоза в режиме тяги на раму тележки передаются нагрузки, вызванные тяговым моментом, развиваемым тяговым электродвигателем. Эти нагрузки зависят от способа подвески тягового электродвигателя к раме тележки и от конструкции тягового привода. При расчете данной нагрузки рассмотрим наиболее тяжелый режим, а именно первую по ходу движения тележку при пуске электровоза, так как в этом случае тяговый момент двигателей имеет максимальное значение, и следовательно вызванные им нагрузки также будут иметь максимальные значения. Расчетная схема рамы тележки имеет вид. На этой расчетной схеме показано P – это весовая нагрузка, R – реакция рессорных подвесок, F – касательная сила тяги, P – ПРУ – это весовая нагрузка противоразгрузочного устройства. Сила тяги, развиваемая одной колесной парой при пуске и приложенной головке рельса в точке контакта рельса, определяется по формуле ФК равно 2ППСК, где ПСК это коэффициент сцепления колеса с рельсами, 2П это нагрузка от оси колесной пары на рельс. На раму тележки сила тяги колесной пары передается через кронштейны крепления букс в виде нагрузок ФК поделенного на 4. Рама, объединяющая колесные пары, выполняет роль сумматора сил тяги отдельно колесно-моторных блоков. В результате на кузов через шкворень передается сила 2ФК на высоте АШ относительно уровня голосовки рельсов. Развиваемый момент тягового электродвигателя передается на колесную пару через тяговый редуктор и в точках подвешивания двигателя к раме тележки, точки B1 и B2, возникает реакция, которая определяется. Касательная сила тяги умноженная на диаметр колесной пары, в данном случае 1250 мм, и поделенная на расстояние между подвесками, умноженное на 2. Так как тележка двухосная и двигатели опираются на среднюю балку тележки, усилие РБ у обоих двигателей направлено в противоположные стороны и создадут момент, который определяется. Момент равен, реакция в точке B умножена на расстояние между опорными точками двигателей на рамном креплении. Этот момент направлен против часовой стрелки и вызовет изменение нагрузок колесных пар. А именно, первая колесная пара догрузится, а вторая разгрузится на величину R1, которая определяется по следующей формуле. Момент, поделенный на количество тяговых двигателей. В свою очередь, момент силы тяги тележки, развиваемой двумя колесными парами и передаваемой через буксы на раму на высоте D, а от рамы тележки на кузов на высоте H, Ш, определяется по следующей формуле 9.11. Этот момент направлен по часовой стрелке и вызовет разгрузку первой колесной пары и догрузку второй на величину R2, которая определяется по формуле. Р2 это есть отношение касательной силы тяги, умноженное на произведение высоты от рамы тележки до рамы кузова. Из направления векторов нагрузок Rb и 2fk видно, что для первой и второй колесных пар тележки изменение нагрузок R1 и R2 имеют различные знаки. В связи с этим, реакция каждой рессорной подвески или пружинно-буксового подвешивания, передающаяся на раму тележки, для первой колесной пары ΔR1 будет равно R1-R2 поделенное на 4. А для второй колесной пары ΔR2 будет равно R2-R1 поделенное на 4. Из этих формул видно, что нагрузка первой колесной пары уменьшается, а второй наоборот увеличивается. Силы тяги отдельных тележек электровоза, приложенные на высоте H, Ш, передаются на раму тележки, который их суммирует. В результате, через автосцепку, расположенную на высоте H, A, относительно уровня головок рельсов, на состав передается сила тяги электровоза, а к кузову приложена сила сопротивления от состава. 2W равно 4FK. Разница высот H, A и H, Ш приводит к возникновению момента, вызывающего изменение нагрузок тележек на величину P с индексом M. Определим эту нагрузку для электровоза с осевой формулой 2.0.2.0. Момент, изменяющий нагрузки тележки, определяется. По следующей формуле. Момент стремится повернуть кузов по часовой стрелке. При этом, через опоры кузова, на заднюю тележку, передается догружающая сила P с индексом T2, а на переднюю разгружающая сила P, T1. Со стороны тележек на кузов действуют силы P, T1 и P, T2, направленные в противоположную сторону. А теперь давайте посмотрим на схему. Сила в режиме тяги. На рисунке 1 показан кузов совместно с тележками, и на рисунке B кузов отдельно от тележек. На этих рисунках L с индексом B, это база кузова, расстояние от центральной балки одной тележки до центральной балки второй тележки. 2А с индексом M, это база тележки, это расстояние между осями колесных пар. Т1 и Т2, это масса и центр тяжести тележки. FK, касательная сила тяги. M, момент, изменяющий нагрузки тележки. W, это сила сопротивления от состава. Составим уравнение моментов относительно точки T1. Уравнение будет иметь вид минус P с индексом T2 умножено на L с индексом B плюс M, K. С учетом формулы, рассмотренного в предыдущем разделе, определим силу Pm2. Pm2 это и есть отношение момента, поделенное на базу кузова. Нагрузка Pt2 будет определяться по аналогичной формуле. Если электровоз имеет другую осевую формулу, то выражение формула 17 примет вид, где NKP это число колесных пар, NS число секции. Изменение нагрузок Pt приводит к уменьшению нагрузок опор первой тележки и к увеличению нагрузок опор задней тележки равному ΔP равно P тележки, поделенной пополам. Итак, мы рассмотрели с вами три вопроса. Расчетные режимы рам тележек, статическая вертикальная нагрузка рам тележки и нагрузки в режиме тележки при работе ТЭТ. Следующие вопросы предлагаются для самостоятельного изучения. Это нагрузки в раме тележки при механическом торможении, нагрузки в раме тележки при движении в кривой, нагрузки в раме тележки при ударе в автосцепку, нагрузки в раме тележки при выкатке колесных пар, кассимметричная нагрузка рам тележек. И рассмотрев на все эти вопросы, необходимо ответить на контрольные вопросы, желательно в письменном виде. Вопросы. Что такое коэффициент удара и как он определяется? Какие инерционные силы действуют на элементы экипажной части? Чем объяснить разгрузку первой колесной пары и догрузку задней при ударе в автосцепку? Почему догружается передняя тележка и разгружается задняя при ударе в автосцепку? Почему при выкатке колесных пар считается, что вертикальную нагрузку воспринимают две опоры по диагонали? Как можно упростить расчетную схему рамы тележки при выкатке колесных пар? Что такое кососимметричная нагрузка рамы тележки? Какие факторы вызывают кососимметричную нагрузку? Как определяется жесткость рессорного подвешивания от способа соединения упругих элементов? Что такое кососимметричная жесткость рамы тележки и в каком случае ее необходимо учитывать? Спасибо за внимание и удачи вам!